Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, братья и сестры, на библейском портале экзегета, и мы продолжаем вместе с вами изучать книгу «Деяния святых апостолов». Читаем 22 главу, но я только напомню, что здесь такая очень ситуация острая, с чем связано. Вот апостола Павла только что чуть было не убили иудея, его схватили прямо в храме Иерусалимском. Ну, иудеи его за что не любили? За то, что он стал проповедовать язычникам и общался с ними. И вот чтобы обвинить его, стали кричать, якобы он ввел язычников в храм и осквернил это святое место. На самом деле апостол Павел никого из язычников не вводил, а просто в городе видели рядом с ним некоторых не иудеев, но в храм-то он их не вводил. И вот почти его уже били, хотели умертвить. И тут вмешивается римская власть, тысяченачальник с воинами, хватает его, влекут. И, значит, Павел, апостол, он общается с тысяченачальником по-гречески и потом просит сказать некое слово к иудеям. И тысяченачальник разрешает, и тогда вот Павел обращается к иудеям уже на еврейском языке. И вот в 22 главе, 22 глава начинается с речи апостола Павла. Послушаем. «Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами». Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал. И вот дальше идет очень такая искренне откровенная речь апостола Павла. Видно, что он прямо вот от сердца говорит, вот как есть, рассказывает. Рассказывает все, как есть. То есть он думает, что вот сейчас он как бы передаст все, как было на самом деле, ничего не скрывая. И тогда, может быть, это на них подействует. Итак, он говорит. «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне». То есть он прямо пересказывает, что, во-первых, я иудей, да, но родился он в Тарсе Киликийском. Киликия – это одна из малазийских областей, вот там город Тарс. И получается, что он был иудеем рассеяния, жил вне святой земли, но при этом некоторое время жил он там. А потом он учился у Гамалиила, известного иудейского учителя, а все уважали Гамалиила. И, соответственно, получается, что Павел, он вовсе не чужой, он свой. И Павел поясняет, что он не просто был вот наставлен, да, в отеческом законе, но он ревнитель по Боге, да. То есть особенно строго старался блюсти все ветхозаветные установления. И он как бы говорит, я был ревнителем по Боге, как и все вы ныне, я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая, предавая в темницу и мужчин, и женщин, как засвидетельствуют о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма взяв к братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привезти в оковах в Иерусалим на истязание. То есть смотрите, насколько Павел вот искренне, откровенно все передает, вот как и есть, так он и говорит. «Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба». То есть получается, что этот свет, он превосходил сияние солнечных лучей. На самом деле ведь те очень жаркие края, кто был в Святой Земле, ну и в принципе Сирия, Дамаск не так далеко относительно, и полдень это очень яркое солнце, а тут получается, что свет божественный, свет божественный, он превосходит, но превосходит не в смысле вот этой физической всеопаляющей силы солнца. Да, то есть теплового удара тут, конечно, не будет, но речь идет о именно сиянии вот этого божественного, небесного света, который превышает сияние физических светил. «Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне, Савл, Савл, что ты гонишь меня?» То есть понятно, что получается, вот Савл был, ну, как ревнитель, занят своим делом, да, гнать христиан. Гнать христиан, потому что они почитают некого Христа. И тут вдруг небесный, божественный голос говорит, что ты гонишь меня? Получается, что гонение против христиан относилось к самому Христу. А Христос кто? Получается, что вот с неба обращается тот, кого он гнал. То есть нечто вот страшное на самом деле произошло, и Савл вдруг прозревает, но при этом, значит, Савл, Савл, что ты гонишь меня? Я отвечал, кто ты, Господи? Вот это было очень важно, потому что вот этот вопрос, да, ну, конечно, тут и некое недоумение, недоумение Савла, ведь он же не знал, что Иисус это и есть воплотившийся Бог. А сейчас он это узнает. Но вообще для иудеев было важно то, что вот Бог открывает свое имя. Вот как некогда Моисею он открыл свое имя, Яхве, да, ну, то, что у нас переводится как сущий, существующий, тот, кто вот обладает подлинным бытием, Бог как сам и бытие, и поэтому все существует только по дару Бога, который есть истинное бытие. Савл тогда спрашивает, кто ты, Господи? Он сказал мне, я Иисус Назарей, которого ты гонишь. То есть представьте себе, что вот тут как раз открывается, что Господь Бог, Он и есть вот этот Иисус, Его называли Назареем, в каком-то смысле пренебрежительно называли, и получается, что ты в данном случае богоборец, говорит Ему Господь, но Господь призывает его ради спасения. «Бывшие же со Мною свет видели и пришли в страх, но голоса говорившего мне не слыхали». Конечно, вот есть несколько описаний, да, и там, значит, в начале книги, ну, не в самом начале, но там чуть дальше, значит, где уже вот это явление описывает, Лука описывает, и здесь, там немножко в деталях пересказ отличается, но общая картина, она видна, то, что все вот это произвело огромное впечатление как на самого Саввла, так и на присутствовавших с ним. Но непосредственно откровение давалось именно Саввлу, будущему апостолу Павлу. «Тогда я сказал, Господи, что мне делать? Господь же сказал мне, встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск». Вот иногда, конечно, неверующие, они говорят, что вот если бы Бог был, то пусть бы он явил себя мне, я бы увидел, поверил. А способен ли ты потянуть вот это восприятие Бога? Вот Саввл, он хотя бы ветхозаветное писание изучал, внимательно изучал, он по неведею не оказался противником, и то при явлении Господа он ослеп, потому что не способен был созерцать вот эту вот славу Божию. Вообще, что есть слава Божия, о которой пишется еще в Ветхом Завете, явление славы Божия? Это, конечно же, явление света божественного. Бог есть свет, нет в нем никакой тьмы, при этом мы понимаем, что Бог есть любовь, любовь открывается как свет, да, и свет Божий есть свет божественной любви. Но в то же время это и свет высшей божественной правды, свет, который просвещает весь мир. А если человек пребывает во лжи, то как он сможет узреть этот свет? То есть он просто ослепнет из-за своей греховности. Потому что если ты слеп греховно, да, то и телесными очами ты не сможешь созерцать Божий свет. И вот, пожалуйста, от славы света того лишился зрения, говорит сам о себе апостол Павел. И бывшие с ним привели за руку его в Дамаск. Продолжает, значит, дальше он. Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне. Вот это интересно, почему? Потому что тут оказывается, что вот этот Анания, который был христианином, он в том числе был уважаем самими иудеями, потому что никогда не нарушал закон Божий. Так вот, значит, он пришел ко мне, говорит Павел, и подойдя сказал мне, брат Савл, прозри, и я тотчас увидел его. Он же сказал мне, Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника, увидел праведника, праведник с большой буквы, и имеется в виду именно Господь Иисус Христос, как единственный истинный праведник, потому что никакого греха Господь не совершил, поэтому мы обращаемся к нему, как истинному праведнику, которого и мы можем воспринять, вот хотя бы что-то вот от праведности. Значит, да, и Анания говорит, что вот тебя Господь избрал, чтобы ты познал волю, увидел праведника, и услышал глаз из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал. То есть вот этот вот Анания, как пророк от Господа, он возвещает волю Божию, что ты вот призван, и поэтому крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. То есть в крещении прощаются грехи, не просто омытие, омовение какое-то телесное, это омовение души от ее греховной грязи. И дальше Павел вот так же искренне, то есть он как бы все выкладывает перед иудеями, искренне продолжает. Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, в Иерусалимский храм Соломонов, именно ветхозаветный храм, пришел я в иступление, иступление, то есть имеется в виду, что выход из естественного состояния в некое вышеестественное, при котором он сподобился созерцания. «И увидел его, то есть Христа, и он сказал мне, поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства, а мне». Вот представляете, оказывается, Павлу Христос явился еще вторично, то есть не просто когда по пути в Дамаск, а затем еще и в Иерусалимском храме. И Павел прямо об этом говорит, причем Спаситель уже ему предсказывает, что «выходи из Иерусалима, здесь не примут твоего свидетельства мне». А почему? Потому что Господу открыты сердца людей. И зачем тогда метать бисер перед свиньями, если они не примут Спасителя? «Я сказал, Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах, и когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял, одобрял убиение его, и стерег одежды побивавших его». Ну, видимо, почему так Павел вдруг говорит, видимо, на тот момент об этом у него болела душа. То есть какая разница, известна им или неизвестна. А им там многим, может быть, иудеям это вообще, как бы все равно. А у него самого болит это сердце, о том, что он заключал в теме. И поэтому он говорит, да, значит, «И он сказал мне, Господь, «Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». И вот, представьте, Павел это говорит, и как бы речь течет, 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 и он хочет продолжать, и тут его обрывают. До этого слова, то есть «я пошлю тебя далеко к язычникам», до этого слова слушали его, а за сим подняли крик, говоря, «Истреби от земли такого, ибо ему не должно жить». А между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух, значит, представьте просто, вот какая картина происходит. То есть Павел говорил, и вдруг упоминает язычникам, а оказывается, Господь пошлет его к язычникам. Но иудеи настолько испорчены вот в своем этом законническом сознании, что для них язычники как бы не люди. Вот мы избранники, нам все, мы Божий чадо, а эти, ну, вообще так, какое-то там отребье, пыль какая-то на земле. И тут вдруг оказывается, что Господь кого-то посылает к язычникам со словом благовестия. И само упоминание язычников, оно, ну, вот как красная тряпка. Причем, что здесь работало? Ведь только что Павла обвиняли в том, что якобы он ввел язычников в храм, в храм, и осквернил храм, хотя он этого не делал, никого он туда не вводил. Ну, вот его обвинили, говорили иудеи друг с другом, что он ввел язычников в храм. И тут вдруг Павел во время речи сам упоминает язычников и говорит, что Господь сказал, я пошлю тебя далеко к язычникам. И понятно, что это все сработало, значит, и вот они настолько вышли из себя, что кричали, страшный какой-то там крик, при этом, значит, метают одежду, то есть бросают в одежду пыль, то есть все летит вокруг, пыль все серая становится от этой пыли. И в это время тысяченачальник повелел ввести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. А, да, вот это все описывает Лука, евангелист, деописатель, то есть он как вот видит все это, что происходящее, и он прям описывает, как вот картину непосредственно наблюдаемую. А почему тысяченачальник решил подвергнуть его бичеванию? Ну, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Потому что тысяченачальник не понимал еврейского языка, ведь с ним он, Павел говорил на греческом, а с этими уже по-еврейски. Тысяченачальник не понимал. И поэтому решил узнать, что это они вдруг все так тут же взбеленились, тут же стали страшно кричать выступления все эти иудеи. И чтобы выведать, приказал, чтобы его бичевали. Но когда растянули его ремнями, имеется в виду, что вот руки ремнями привязали к двум столбам, чтобы уже можно было бить по спине его. Значит, как только его растянули, привязали к столбам, Павел сказал стоявшему сотнику, разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда? И вот таким мудрым вопросом он его обескураживает. Услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря, смотри, что ты хочешь делать, этот человек римский гражданин. А получается так, что вот с римским гражданином подобным образом нельзя поступать, потому что римское гражданство означало, что такой человек, он может обратиться непосредственно к императору Рима, к императору, и его обращение непременно будет доведено до сведения самого императора. Там можно было ждать долго, конечно, года два, пока рассмотрят его дело, потому что, ну, там очередь большая и так далее, года два, но он мог на это рассчитывать. Было там чуть ли там не два миллиона, что ли, римских граждан, и каждый мог обратиться лично к императору. Ну, конечно, да, не у всех была такая нужда, и лучше избегать таких ситуаций. Да, но что тут получается, что этот аргумент он устрашил. Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал, скажи мне, ты римский гражданин? Он сказал, да. Тысяченачальник отвечал, с удивлением отвечает, я за большие деньги приобрел это гражданство. Павел же сказал, а я и родился в нем. То есть, Павел даже не покупал это гражданство, потому что отец его был гражданином. Считается так, что именно отцу было дано гражданство. Может быть, именно потому, что он постоянно изготавливал палатки для военных и был близок к каким-то военачальникам. И они потом как-то ходатайствовали за него. Поэтому сам Павел, который перенял от отца им ремесло, изготавливать палатки, он также уже воспринял от него и римское гражданство. Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его. Тут же отошли в сторону. А тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. Потому что хватать его, в общем, применять какую-то силу, строго запрещалось. И если бы Павел жаловался, то тысяченачальнику могло очень и очень достаться. На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи, освободил его от оков и повелел собраться первосвященникам и всему Синедриону, и, выведя Павла, поставил его перед ними. То есть, значит, в принципе, уже каких-то нареканий-то нет у самого тысяченачальника, но так как шумиха поднялась, то надо понять, из-за чего это произошло. Поэтому он приглашает, тысяченачальник приглашает первосвященников и весь Синедрион, то есть иудейский, вот этот Верховный суд, чтобы они предъявили какие-то свои обвинения. Ну, из-за чего все началось? Потому что хотели убить Павла. Хотели убить? А из-за чего? То есть, видимо, предъявляют какие-то обвинения. А может, он и правда Павел преступник? Или же не преступник? Вот надо выяснить. Поэтому тысяченачальник распорядился пригласить Верховный суд иудейский в Иерусалиме находившийся, чтобы они уже непосредственно смогли как-то прояснить ситуацию. На этом 22 глава закончилась, и дальше мы увидим, как развивается ситуация. Да, на этом, братья и сестры, мы заканчиваем чтение, и с Божьей помощью продолжим в следующий раз. Храни вас Господь! Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok